В условиях пандемии коронавируса все мировые спортивные соревнования, тренировки, чемпионаты приостановлены. Кто-то, как, например, российская КХЛ, досрочно завершила чемпионат на стадии 1-2 плей-офф. Единая лига ВТБ тоже объявила о досрочном завершении. В ней уже эстонский Калиф заявил о том, что клуб снимается с чемпионата. Сейчас во всех спортивных клубах даны рекомендации игрокам по возможности не выходить из дома, но поддерживать физическую форму. Известные спортсмены запустили в социальных сетях челлендж «Останься дома». Суть его проста. Футболисты, баскетболисты, хоккеисты выкладывают в свои аккаунты видео с тренировками дома. Но ведь обычные тренировки – это скучно. Поэтому, вот, например, полузащитник английского Манчестер-Сити Кевин Дебрюйне качает ноги с помощью своих детей. От него не отстает и капитан баскетбольного клуба Нижний Новгород Евгений Бабурин. У хоккеистов Нижегородского старта тренировки на открытом воздухе и дома. А вот вратарь мини-футбольного клуба «Архим» Давид Савлохов пошел дальше и запустил танцевальный флешмоб. К нему присоединились и другие спортсмены и функционеры структуры «Архим». Вот Александра Самородова – капитан «Норманочки», Алена Смирнова, Валерия Хлебосолова и Алина Фролова – игроки «Норманочки». А танец? Юрий Хайрулин, ассистент главного тренера МФК «Архим», тоже поддержал челлендж. Ко многим мировым челленджам присоединились и другие нижегородские клубы. Тренер по физподготовке футбольного клуба Нижний Новгород Дмитрий Полянин в момент карантина занимается сам и тренирует своих дочек. Нижегородская торпеда присоединилась к всемирной акции «Мой руки челлендж» и присоединилась необычно. А вот баскетбольный клуб «Нижний Новгород» запустил обучающее видео вместе с тренером молодежной системы Марко Нестеровичем. Но вот если спортсменам игровых видов спорта можно придумать, как на карантине проводить тренировки в домашних условиях, то вот с водными видами спорта сложнее. Ко всем присоединилось и Министерство спорта Нижегородской области. Они запустили проект «Ни дня без спорта». Ежедневно на страницах Министерства ВКонтакте и Инстаграм будут публиковаться видеоматериалы с зарядкой, комплексами упражнений и мини-тренировками для всех желающих. Выполнять упражнения можно каждый день без применения дополнительного оборудования. Старт флешмоба запланирован на 30 марта. Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно выложить видео со своим вариантом домашней тренировки на своей странице и отметить в посте официальную страницу Минспорта. Обладатели самых ярких видеороликов получат сувенирную продукцию от регионального министерства спорта. Артемий Катков. Время новостей. Итоги недели.